Армия обороны Израиля нанесла два авиаудара по окрестностям города Тулькаром на западном берегу реки Иордан. В результате первой атаки был поражен автомобиль, в котором находились пять палестинцев. Как сообщают местные СМИ, среди погибших один из командующих военного крыла Хамас под именем Хайтан Балиди. Вскоре после этого Цахал нанесли второй удар и впоследствии ликвидировали еще четырех бойцов группировки «Исламский джихад». Личности остальных погибших пока не установлены. Очевидцы утверждают, что все они сгорели заживо. «Я живу недалеко от этого места. Мой дом находится здесь. Я шел на работу, когда услышал взрыв. После этого мы с моим сотрудником пришли проверить это место. Мы увидели молодого человека, лежавшего около машины на дороге и других внутри машины. Сразу после этого была выпущена еще одна ракета. Поэтому мы убежали, а машина сгорела». Израиль официально взял на себя ответственность за произошедшее. При службе Цахал сообщили, что израильские силовики проводят контртеррористическую операцию в районе города Тулькарм. По их мнению, все находившиеся в автомобиле были палестинскими радикалами и планировали совершить теракт. Однако пока подтвержденных сведений этому нет. После этой атаки на западном берегу реки Иордан начались массовые протесты. Активисты требуют прекращения военных действий против палестинского народа. «Пришло время положить конец этим преступлениям против нашего народа в Газе и преступлениям, которые происходят в оккупационных тюрьмах. Это геноцид и ежедневные убийства». Тулькарм, находившиеся в нем два лагеря беженцев, стали одной из главных горячих точек на западном берегу, где регулярно проходят рейды израильских сил. В городе действуют палестинские группировки боевиков, включая Хамас и палестинский исламский джихад.